приветственном канале сегодня поговорим про 3d 1 в 2020 году с 14 января до 3 февраля можно эту операцию проводить и в общем то посмотрим какие танки у нас будут новые танки для покупки здесь есть это 26 и 5 и он 7 90 и танцы велосипедом 168 01 и какие танки можно сдать и сейчас мы поговорим про то какие танки лучше не сдавать супер хелкат можно сдавать британ парк пантер можно сдавать и какие танки однозначно не стоит сдавать объект 703 вариант 2 не не стоит сдавать швар панзер 58 не стоит сдавать м48 а2 раунд панзер лучше не сдавать есть им спит и составляем обязательно им все четыре нога это одна из лучших восьмерок общину есть рвску если она не так давно в наборе лима было бы ее приобрелись ну с как бы смысл и сдавать у нее нормально крепкая башня нормальное орудие с пробитием ну нету смысла сдавать и что мы что если мы сдаем шестерку что нам лучше взять на шестых уровнях на шестых уровнях очень неплохие варианты будет т3 485 тем это тысяч 4 с 85 миллиметровым орудием у нее бронепробиваемость небольшая 144 но альфа 180 хороший дпм базовый больше 2000 легко дадут 2 200 2 300 делается как видим здесь и разбросы сведения и боезапасу комфортный танк действительно сдаете шестерку доплатили чуть взяли себе 3 485 тем он играется фаново и в принципе и фармит если у вас прям аккаунта фармить достаточно прилично если вы хотите побольше узнать про этот танк подписывайтесь на канал будет большой гайд по шестым уровнем разобрались если вы сдаете шестерку или семерку и хотите взять седьмой уровень то здесь есть птшка су 122 44 она интересна тем что стоит она достаточно дорого но у нее отличнейший дпм почти 3000 у нее альфа 390 пробития не выдающийся но по седьмому уровню это вполне себе еще нормально у нее хорошая динамика и есть лобовое бронирование видим 90 миллиметров лоб борта 75 где-нибудь на средних дистанциях она неплохо из этих своих рациональных углов может что-то вытанковывать и наносить в ответ неплохой урон для седьмых уровня это такой вполне себе приемлемый вариант если вы уже решились доплатить какую-то большую сумму то конечно на восьмых уровнях у нас будет танк лёва это один из лучших внутриигровых премах у него комфортное орудие не самый большой дпм но есть пробитие точность что позволяет ему в принципе отыгрывать даже на дальних дистанциях на ближних дистанциях он может неплохо отбивать влдшкой маской пушки лючок у него не очень большой ну и запас прочности большую если вы будете размениваться 1650 единиц нормально позволит вам это сделать он чуть-чуть может бортами потому что борта в принципе 100 миллиметров он может и чуть-чуть где-то ромбануть и в общем-то достаточно комфортно отыгрывать против 6 7 уровне вообще его не пробивает в лоб но мы можем даже некоторые восьмерки отбивать это вариант нормальный но стоит будет дорого по пт-шкам у нас смотрите цена слегка более десяти тысяч но это очень нормальная пт-шка вазе 120 у нее пробиваемость 248 альфа 440 динамика нормальная 120 миллиметров лоб с неплохими углами она будет танковать большой дпм очень такая неплохая пт-шка на самом деле есть рвс-1 как видим у нас под пт-шка тоже не самая дорогая но у нее пробиваемость 288 миллиметров базов и на премиум их 330 миллиметров альфа 390 дпм самый большой но не одна из лучших маскировок в игре и потому что подвидность подвижность нормально осадный режим броня интересная по правилу трех калибров танки с пробитием с низким пробитием еще с маленьким калибром до 90 миллиметров они будут очень хорошо рикошетить танки игру которых там 75 88 там ведь 83 миллиметра вот она будет их неплохо отбивать но опять же у нее хорошая маскировка то что мы сегодня посмотрели это варианты которые по моему мнению достаточно жизнеспособны они будут и фармить тот же лавы и фармит и фаново играться тоже в зажко стоит дешево неплохо себя показывать стрв и так далее что мы можем сдать что что-то я хотел бы первым делом сдать это если мы берем шестерки то мы берем т-50 дробь 2 вот вместо него можно взять 34 85 нужно доплатить 200 это нормально танк т-50 это отдавался бесплатно если мы уже смотрим на семерки поможем сдать хелкат выбрали мы китайскую птшку и супер хелкат конечно мы сдаем и придется доплатить сину достаточно серьезно за китайскую птшку но если вы хотите семерку на семерку у нас есть вариант еще су-122 44 здесь видим супер хелката на су-122 44 5 стуку но это нормально адекватная доплата и потяжем если мы берем по восьмеркам смотрим из восьмерок можно первым делом сдать 34 американский он давался бесплатно в 2011 году всем кто выполнил марафон и вот с него уже можно как перейти как на потяжку стрв можно перейти на леву 6 500 да это много но учитывая как огромная стоимость 0 здесь у нас компенсация будет ну как минимум адекватно на китайскую птшку можно перейти да и в общем то и все каких-то других вариантов не могу рекомендовать и еще мы можем сдать м4 мл это танк с огромным бронированием с косой пушкой с маленькой альфой вот есть м4 если вы брали за бон и есть у нас обычный где-то он также здесь есть и тогда доплата будет не очень большая потому что тяжи достаточно высоко котируется их не остаточная стоимость есть и вы можете вполне себе успехнуть такое было мое мнение всем спасибо всем пока подписываемся на канал